Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью и с вами я, Мила Тарасевич. Сегодня у нас в гостях замечательная женщина, организатор конкурса красоты для женщин с ограниченными возможностями здоровья Ирина Российская. Ирина, здравствуйте! Добрый день! Ну, сперва я хочу выразить вам свое личное восхищение. Вы невероятная, у вас столько позитива, столько энергии. Поделитесь, пожалуйста, что вообще вас по жизни вдохновляет, вот чтобы вы так улыбались, чтобы так сверкали ваши глаза? Ну, наверное, как сказать, неумение сидеть на месте. Мне все время хочется что-то делать. Ну, конечно же бывает, когда там все лень, там, ой, все, 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 ничего не хочу. А потом понимаешь, что, ну, проходит там день-два, и уже все надо что-то делать, надо куда-то ехать, с кем-то общаться, звонить. То есть, ну, когда я занималась спортом, понятно, что он занимал, да, все время. Вот. А сейчас... То есть, энергетически, да, у вас вот такая энергия, вам невозможно... Ну, да, которую я... Даже скрыть невозможно. Ну, да, воплощаю в жизнь, скажем так. Так. Расскажите, пожалуйста, о конкурсе. Я знаю, что сама идея... Конкурс называется «Душа Подмосковья». Очень красивое название. Я знаю, что сама идея о проведении этого конкурса у вас возникла очень давно. Расскажите, пожалуйста, как вообще вам пришла такая идея в голову? Ну, это было, ну, года 3-4 назад. Я еще спортом занималась тогда. Вот. И когда вот в Рио мы не поехали, и потом у меня там со здоровьем, в общем, мне как бы врачи порекомендовали не стрелять больше. И я думаю, ну, почему бы не попробовать поучаствовать. Тем более меня в Москву очень... Ну, практически каждый год приглашали, но времени не было. Я поучаствовала в московском конкурсе. Мне очень понравилось, естественно. Вот. Но каждой девочке приятно, когда там красиво наряжаешься, там красят тебя. И в прошлом году я съездила в Санкт-Петербург на международный конкурс «Невская краса». И уже после этого уже мое, так сказать, желание, да, оно переросло в решение, что да, я хочу это воплотить в жизнь на территории нашего района, ну, и Московской области. Ну, в принципе, и я стала к этому идти. А какие трудности были на пути вот именно к принятию решения? Что-то вам мешало или вы были уверены в своих силах, что обязательно все получится, что не будет никаких преград и обязательно все сложится хорошо? Ну, естественно, сомнения были. То есть, да, ну, как любой человек все равно, то есть, ну, сомневаешься. Ну, скажем так, ну, где-то попадались непорядочные люди, да, на пути. Это жизнь. Да, это жизнь. Вот. Но тем не менее я все равно шла вот, ну, к своей цели. И я рассказывала всем, да, что-то про свой конкурс. И у меня потихонечку-потихонечку люди начали поддерживать мою идею. И, в принципе, сейчас прямо, ну, всегда положительно, только положительно, когда я рассказывала там знакомым. Поддерживают. Да, только поддерживают, говорят, это классно, это замечательно, поможем всем, чем сможем, как говорится. И люди помогают, откликаются. И, ну, вот я говорю, наша администрация, да, и глава района также. Ну, и как давно уже реализуется данный проект? Ну, данный проект на самом деле реализуется не так давно, всего лишь несколько месяцев. Ну, за эти месяцы проделана, наверное, большая работа. Колоссальная, скорее даже. Ну, я первый раз организовываю, поэтому мне, конечно, хочется, чтобы еще больше было, да. Но все в свое время. С чего все начиналось? Как вы искали девочек? Где они могли узнать о том, что у нас в Одинцово будет проводиться такой конкурс? Сначала была создана страница в Инстаграме, ну, так как у нас сейчас это самуфлярная соцсеть, да, то есть была создана страница, также я по своим знакомым, друзьям всем рассказала, говорю, у кого есть девочки, там, от 18 до 40 лет, всех ждем, приглашаем. Вот. А потом уже мной было написано письмо в Министерство социального развития Московской области, ну, чтобы, с просьбой о поддержке. И они спросили, какая, я говорю, ну, информационная, транспортная, там, участницам, да, то есть они сказали, да, конечно, и они были разосланы письма по всем районам Московской области, и тут начался, конечно, обрал, то есть поступало очень много звонков. То есть такой был отклик большой? Отклик, да. Очень много звонков было, ну, соответственно, там на почту приходили письма, да, кто-то там в Инстаграме находил, то есть писали. Ну, на тот момент у меня было 7 девочек, ну, некоторые под вопрос, ну, как бы они не были отобраны, ну, то есть, а вот после, скажем так, клича нашего министерства у меня их заказалось больше 20. То есть с этого вы начали? Да, и было требование, это две фотографии, анкета, ну, совершенно простая, просто о себе, и видеоролик, ну, буквально на одну-две минуты, записанный на мобильный телефон, и три дня у нас шел, ну, тоже как бы, ну, конечно, некоторых может. То есть, получается, более 20, это были только претендентки. Претендентки, да. Две из Каналева, вот они просто вот, знаете, как в последнюю дверь уходящего поезда запрыгнули. Вот, мы их сразу, сразу же обеих приняли, но, к сожалению, одна, ну, там, по рабочим моментам, ну, не смогла бы принять участие в фотосессии, это обязательно условие. Да, а вторая продолжает у нас, да, участие, вот, и, да, был отбор со спорами, да, пришлось даже, так скажем, мужчин привлечь, то есть их мнение по сути. Такую сильную боевую артиллерию. Да, потому что были спорные моменты по некоторым девочкам, у кого-то, может быть, не очень удачные фотографии были, да. Да, фотографии, это тоже целое искусство. Да, целое искусство, вот, но, тем не менее, мы отобрали, я очень рада нашим девочкам, они все очень замечательные. Да, вот вы назвали возрастные ограничения с 18 до 40, какой возраст у ваших участниц, какая самая молодая девочка? Самая молодая 18. 18 как раз таки. Да, девушка из Дмитровского дома-интерната, и самая, что-то 37 или 38, по-моему, то есть вот у нас прямо... Получается, что вошли в рамки. У нас есть там и 27 или 26, там 32, там 30, ну, то есть вот всех. Мы прям охватили все категории. Что можете сказать о самих участницах? Сразу ли вы нашли с ними общий язык, и как они ладят между собой? По поводу, как они ладят между собой, ну, пока только один раз виделись, да, ну, у нас, конечно, есть WhatsApp-группа закрытая, где, ну, я всю информацию им туда, ну, как... Сбрасываете. Сбрасываю, да, предоставляю. Также, ну, какие-то вопросы, рабочие моменты. Ну, на фотосессии все прошло, было замечательно, вот, ну, единственное, конечно, хотя это вроде теплый день, но подзамерзли, вот. Ну, скажем так, за визажистов, за прихмахеров вроде никто не дрался, все было, ну, всех... Всем все понравилось, всех все устроило. Всех накрасили в парке Лазутина, первая у нас фотосессия прошла, потом мы переехали в Архангельское. Кто эти люди, которые готовили, подготавливали наших участниц к фотосессии? Это приглашенные визажисты, парикмахеры, фотографы. Мы дали клич в Инстаграме. То есть они вот просто так за... Да, да, людям приятно, приятно помочь, приятно принять участие, да. Ну, в принципе, как бы я, у меня такой, скажем так, ну, такой скрытый девиз, что лучше, ну, дать людям возможность помочь. То есть заплатить мы всегда успеем, вот. Но это же хорошо, если человек может проявить свою доброту. Конечно. Показать свою помощь, и люди откликаются. Как говорится, на добро, добром всегда и отвечают. И люди с удовольствием отзываются. Как девочки сработали вот на фотосессии? Была ли скованность какая-то, или они работали как профессиональные модели, и их ничего абсолютно не смущало? Ну, вот первую фотосессию, так как она была в парке, то все вот разбредались, да. Вот, но сейчас уже некоторые фотографии у нас есть. Конечно, фотографии очень замечательные, ну, такие получились. Вот, в Архангельском там чуть-чуть побыстрее все было, потому что немножко, конечно, подзамерзли. У нас такой, в народных костюмах было, у нас такие боярыни, такие барыни, они оказались очень красивые, артистичные, то есть модели, да. Как они вообще отзывались вот после вот этого первого этапа, да, так назовем его? Какие у них были вот, остались впечатления? Им очень понравилось, все, конечно же, быстрее, быстрее, когда фотографии будут, то есть первые 2-3 дня, ну, когда же фотографии, ну, когда, я говорю, ну, девочки, ну, подождите, ну, фотографии, да, фотографии надо обработать ваши фотографии. Фотографии там, какие были, конечно же, там, у себя на страницах вышли, да, похвастались, вот. А что они говорят вот относительно поддержки, поддержки своих близких, друзей, оказывают ли они их, там, борются, не знаю, пишут ли комментарии, поддерживают? Какой отклик? Мы объявили интернет-голосование. И, ну, сначала только в Инстаграм, потому что, ну, еще у нас есть страница ВКонтакте, но, скажем так, она у нас так не сильно развита. На тот момент она, в принципе, не была раскручена. Ну, сейчас, в принципе, у нас Инстаграм на первом месте, поэтому. Вот, и, в общем, я объявляю, говорю, все, у нас интернет-голосование, и тут началось. А как вы будете считать голоса? А вот это вот я говорю, ну, говорю, желательно, чтобы люди подписывались на страницу, ставили свои... То есть, как народное голосование, получается? Да, да, ставили там сердечко, лайк, да, и оставляли комментарии. Первые 10 дней это было что-то с чем-то. Там, конечно, очень-очень много людей голосовало, то есть, по посещаемости страницы, то есть, мы даже переделали в бизнес-аккаунт, потому что у нас была колоссальная посещаемость. Подписывались не все, но посещаемость была хорошая. Вот, потом мы это сделали все ВКонтакте, вот, и началось. Кто-то не понимает, ой, а меня вот тут не так поставили. Конечно же, они переживают, но очень-очень много комментариев, действительно, с поддержкой. Прямо за тебя там, ну, то есть, поддерживают, действительно поддерживают, и поддерживают родственники. То есть, мне приходится с мамами общаться, некоторых девочек, вот, и, конечно же, все переживают. Но сейчас вот у нас, я говорю, у нас, видите, получается, что мы еще не начали репетиции, а времени на фотосессии было очень мало, на самом деле. И вот, потому что, получается, девочку красили, сразу ее уводили, как говорится, ну, в лес, да? Все прям четко. Да, да, она красила. У нас по времени было расписано. Они, конечно, познакомились все между собой, но вот основное у нас сообщение пока в WhatsApp идет. Вот, в принципе, все откликаются, там, если что-то, я там, девочки, срочно-срочно-срочно-срочно, вот, сразу же откликаются все. Ну, кто-то еще, ну, как лично тоже пишет, ну, стесняются там в группу писать. Я говорю, вы лучше пишите в группу. Девочки вообще так активные, они не стесняются, не сторонятся, они прям… Нет, все активные. Никто же, получается, их не заставлял, они все сами высказали желание, то есть они понимали, на что они, куда они идут, на что они подписываются. Непосредственно сам финал, когда он пройдет, где он пройдет и кто, главное, может прийти и поболеть за участниц, и их поддержать. Будет это 22 ноября в нашем волейбольном центре, в 6 часов вечера начало. Что ожидают всех гостей? Какая там будет программа? Ну, может быть, хотя бы чуть-чуть. Мы понимаем, что всех секретов вы, конечно же, сейчас раскрыть не можете. Но к чему сейчас, например, девочки готовятся вот на данный момент? Девочки готовят свои презентации. Ну, я секрета не делаю из выступления, скажем так, из их программы, да. Это у них будет первое, это общий танец они будут все вместе, скорее всего, с известным шоу-балетом. Вот. У нас поддержали. И потом будет презентация. Это у кого-то, это уже все определились, но тоже пришлось потеребить. Какого-то будет стих, у кого-то танец, у кого-то видеоролик. У кого-то песня. Да, песня у нас будет. И у нас еще будет одна девочка показывать, она занимается парой каратэ, она будет показывать приемы. Ух ты. Да, у нас много, на самом деле, спортсменок. И третий выход – это дефиле в вечерних платьях. Сейчас у меня одна такая мысль возникла, причем вообще спонтанно, случайно, услышав музыку в машине, я такая… Потому что у меня не вырисовывалось дефиле. Вот. Ну, думаю, ну, просто они выйдут под красивую музыку или песню, ну, ладно. Вот. Ну, может быть, для двух танцев это надо больше времени, ну, чтобы чаще приезжать. А так как, говорю, вот из дальних районов, поэтому мы ограничили репетиции. И у меня заиграла мелодия такая, вот, точно. Тут даже, в принципе, и репетировать не надо. То есть я, и мы встретились. То есть мелодия полностью легла под вашу задумку. Да, да, да. То есть там будет тоже с элементами танца. И я нашему режиссеру говорю, вот такая идея возникла. Он говорит, супер. Поддержали вашу идею. Да, поддержали. Ну, я думаю, что это будет очень так красиво. Я в этом просто уверена. То есть, получается, посетить могут финал. Абсолютно любой желающий прийти на финал или как-то где-то нужно. Мы сейчас вот как раз этот момент прорабатываем. Естественно, будет много, ну, вот, опять же, я нашим девчонкам сказал, девчонки пишем, у кого сколько с вами приедет друзей, родственников, близких. Да, одна участница, например, и 10 человек могут приехать. Ну, к примеру. Ну, я думаю, что, да, порядка, наверное, 10-15 человек от каждой участницы будет. Значит, и мы, сначала мы решили сделать свободный вход. Ну, сейчас немножко в связи нам любезно волейбольный предоставил зал на первом этаже, ну, он большой, удобный. Но, получается, там немножко не очень удобны комнаты для переодевания. Мы будем часть зала там, ну, в общем, там у нас задумка одна. И поэтому сокращается количество мест посадочных. И сейчас этот вопрос, либо мы будем присылать приглашение, вот, может быть, дадим объявление у вас на телевидении, вот, в газете в нашей напечатаем. Но эта информация появится чуть-чуть позже, потому что она еще целый месяц. И сейчас вот мы вот это вот действительно, конечно же, мы рады видеть всех. Вот, ну, приоритет будет делаться, конечно же, сначала на друзей, близких наших девочек. Потому что, ну, в принципе, все... Они главные героини. Да, да, все вот это вот, все, что мы, ну, там, делаем, это все делается для них. То есть показать их, показать им, что, ну, конечно же, вы все у нас королевы. Показать их таланты и раскрыть, возможно, даже их, да? Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, поскольку это конкурс, наверняка предполагается, что будут какие-то номинации, будет победительница, будут призы. Главная победительница Мисс Душа Подмосковья, это вот первое место. Потом у нас будет первая вице-мисс и вторая вице-мисс. Ну, также мной принято было решение, что у нас все девочки будут с коронами, да? То есть... Будут присуждаться номинации. Будут присуждаться номинации, да. Может быть, кому-то даже две номинации. Вот. Потому что, ну, бывает по-разному на конкурсах. И у каждой будет лента, корона, соответственно, диплом памятный. Конечно же, призы и подарки от наших спонсоров. Кто будет выбирать победительницу основную вообще? Кто члены жюри? Кого пригласите? В членах жюри у нас известные люди Московской области, нашего города. Нам хочется, чтобы больше мужчин оценивали наших девочек. Но, тем не менее, мы все, ну, конечно же, и женщин. У нас есть очень известные женщины, да, в районе, в области, в стране. У нас сейчас активно ведутся переговоры. В принципе, договоренности уже есть. Но так как люди занятые, им еще целый месяц, да. То есть все согласны, все говорят, да, да, мы хотим. Ну, вот ближе, ближе к дате мы скажем. Ну, мало ли какие-то обстоятельства. Но, опять же, все мы люди, да, ну. Все пройдет хорошо. Я уверена, что да. Я уверена, что все будет хорошо. Думать ни в коем случае не надо. Ирина, ну, по собственному примеру, как вы считаете, вот этот конкурс, что он даст? Просто именно вот в плане приобретения какого-то определенного опыта. Что он даст для девочек? Ну, это будет красота, да. Это будет радость, положительные эмоции, восхищение, да, окружающих. Я думаю, все-таки память на долгие-долгие годы. Да, долгие годы. А девочкам, да, знаете, вот я бы участвовала в двух конкурсах. И такую проследила закономерность, что, в принципе, у каждой девушки жизнь после конкурса меняется. И у всех меняется в положительную сторону. А кто-то начинает, понимает, находит себе, понимает, что есть силы, идет учиться, либо находит работу, либо идет спорт. Некоторые девушки уходят замуж, рожают детишек, да. То есть, в любом случае, вот я очень много, в принципе, и слежу за девушкой. Ну, как бы не то, что прям, ну, то есть, видно, да, в соцсетях. И плюс у нас есть группа и от московского конкурса, и от питерского конкурса. Как меняется их жизнь, да, прям вот кардинально. Кардинально, кардинально. На самом деле, наверное, потому что появляется вера в себя. Да, да. Вот такие конкурсы, они дают вот эту веру в себя. Веру в то, что ты женщина. Вера в то, что ты, что у тебя все получится, и ты сможешь. Вот. Поэтому я считаю, что, в принципе, конкурсы такие, да, их надо проводить. Надо, чтобы давать раскрыться. Вот этот глоточек свежего воздуха. Свежего воздуха, да. Смена вот этого. Да, да. Получается, что меняется, скажем так, градус жизни. Что ты понимаешь, что да, да, я могу вот это сделать, вот это сделать. Кто-то, например, кто-то в себе раскрывает какие-то действительно таланты, да. Это многогранность. Многогранность. Вот это если, если, вот я вот перечисляю, перечисляю, мне кажется, что я могу... Можно перечислять до бесконечности, да. Ну, конечно же, вашим участницам от всего сердца хочется пожелать, чтобы тоже их жизнь кардинально изменилась. Ну, а вам огромное спасибо за вашу силу, за вашу улыбку, за ваше стремление помочь женщинам поверить в себя. И спасибо большое, что согласились приехать сегодня к нам. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.